На самом деле мы с вами в прошлый раз полностью закончили прямые непосредственные следствия из интегральной теоремы Каши, то есть мы разобрали все мыслимые и немыслимые формулировки интегральной теоремы Каши, мы ее обсуждали в постановке теоремы для циклов, гомологичных нулево относительно области, мы ее обсуждали в постановке теоремы для гомотопных кривых, мы ее обсуждали в постановке теоремы Каши, ну как бы граничной, когда интеграл берется по границе допустимой области, ну вот все эти мыслимые сюжеты у нас были, вот они где-то здесь все в конце, и после этого мы извлекли из нее такое основное для нас следствие на тот момент, это интегральную формулу Каши, в том числе включая формулу Каши для производных, и исходя из этой интегральной формулы Каши для производных доказали теорему Верштрасса о локально равномерно сходящейся последовательности галаморфных функций. Ну вот это действительно был тот момент, на котором мы остановились, и ну вот дальше мы, ну собственно говоря, двигаемся в сторону построения нашей с вами теории, наверное, будут такие содержательно не очень сложные вещи пока, по крайней мере, но вот первая из таких вещей это вопрос о нулях и внутренней теории единственности для галаморфных функций. Ну, нас интересует галаморфная функция на некотором открытом множестве, содержащем данную точку а, неважно, конечную или бесконечную, и нас интересует вопрос, что можно сказать про эту функцию, если известно, что вот в этой конкретной точке она обращается в ноль. Ну, собственно, такую точку будем называть нулем функции f. Ну, на самом деле имеет место довольно тривиальное предложение, которое стоит в том, что если есть точка в конечной части плоскости, есть галаморфная в каком-то круге с центром в этой точке функция, не тождественно обращающаяся в этом круге в ноль, и если она в центре круга обращается в ноль, то найдется, формально говоря, меньший кружочек, и найдется функция галаморфная в этом меньшем кружочке, вот радиус r', такая, что эта функция уже нигде не обращается в ноль во всем круге. с центром в точке а радиуса r', и такая, что наша функция f представляется в виде такого множителя z-a в какой-то степени m умножить на g. Ну, то есть на самом деле это означает, что если у нас есть галаморфная функция, которая в точке обращается в ноль, то мы ее в окрестностях можем просто поделить на этот ноль, и получим галаморфную функцию без нулей. Ну, и m какое выйдет, натуральное число. Ну, сами понимаете, что доказывать здесь более или менее нечего, это довольно тривиальное утверждение, то есть мы берем функцию галаморфной в круге, разлагаем ее в ряд Тейлора, и про этот ряд Тейлора мы сразу знаем, что у него первый коэффициент, ну, свободный член в этом ряду этого ряда, это просто значение в точке а равно нулю. Ну, функция не дождественная ноль, значит, понятно, что у этого ряда найдется, ну, хотя бы там один ненулевой коэффициент. Ну, значит, возьмем первый ненулевой коэффициент этого ряда, пусть это будет cmt, то есть формально может быть не только, то есть c0 мы знаем, что равно нулю, может быть c1, а может быть c2 равно нулю, ну и так далее. Ну, возьмем первый ненулевой коэффициент cmt, ну, и, собственно говоря, посмотрим, что вышло. Ну, вышло вот то, что вот здесь написано, правильно? Ну, а теперь, если мы возьмем функцию g и просто сформируем ее, построим в виде вот степенного ряда по вот этой последовательности сдвинутой последовательности коэффициентов, то есть cmt, cm плюс 1 и так далее. Ну, замечательно. Мы прекрасно понимаем, что с точки, по формуле Коши-Адамара, от того, что мы выбросили из последовательности первой там сколько-то коэффициентов, разумеется, на радиус сходимости следующего ряда ничего не повлияло, то есть ряд, который мы здесь написали, будет сходиться в том же круге, где сходился ряд для f. Ну, и более того, мы знаем, естественно, уже, что в круге сходимости это, естественно, будет голоморфная функция. То есть функцию g мы таким образом построили. Теперь, ну, если мы заметим, что функция g в точке А принимает значение вот этот коэффициент cm, а это был первый ненулевой коэффициент нашего ряда, поэтому она не равна нулю, дальше функция, будучи непрерывной, то есть, понятно, голоморфная, она там же, где, грубо говоря, где f, но не ноль, она формально в каком-то меньшем круге, в каком-то меньшем круге, но такой круг заведомо по непрерывности существует. Ну и всё, то есть это то, что нам надо. Это то, что нам надо. Ну, хорошо, то есть другими словами, другими словами, значит, если у нас у голоморфной функции есть в какой-то точке ноль, но эта функция не тождественная ноль в окрестности этой точки, то найдётся такое число m, что сама функция, её первая, вторая, ну и так далее, до m минус первая производная в этой точке обращается в ноль, до m, то я производная не равна нулю. Ну и, собственно говоря, вот мы проверили, потому что все эти производные с точки зрения факториала это и есть Тейлоровские коэффициенты. Вот так вот, такое число m, то есть порядок наименьший отличный от нуля производный в этой точке, вот его традиционно называют порядком нуля. Ну вот простейшие какие-то примеры, да, функции там z и sin z, у них в начале координат ноль первого порядка, правильно? Дальше, если мы возьмём функцию z в квадрате, то у неё уже, естественно, будет ноль порядка два, да, сама функция и её производная 2z тоже обращаются в ноль. Ну аналогично, cos z минус 1, эта функция в нуле обращается в ноль, её производная синус тоже в нуле обращается в ноль. Ну дальше, если мы возьмём там функцию синус и вычтем из неё, ну фактически вычтем из неё два первых члена её тейлоровского разложения, ну понятно, что то, что останется, будет иметь ноль пятого порядка, это просто, ну можно посчитать. Вот, ну вот и так далее. Что-то такое понятие, вот понятие порядка нуля. Хорошо, ну сразу же отсюда что вытекает? Отсюда сразу же вытекает свойство изолированности нулей голоморфной функции. То есть если функция голоморфна в какой-то области и обращается в ноль в некоторой точке, то либо она отождествит ноль в окрестности, либо найдётся такая окрестность точки А, что в проколотой окрестности функция нигде в ноль не обращается. Ну тоже прямо вот вытекает из того, что написали, да, то есть наша функция в нуле в окрестности его нуля и это произведение z-а в какой-то степени умножить на функцию без нулей в окрестности. Ну понятно, что два ненулевых множителя. Это то, что нам надо. Ну и теперь мы можем с вами, вот используя это понятие, используя понятие нулей, мы с вами можем сформулировать и доказать утверждение, которое называется традиционно классическое внутреннее теорема единственности для голоморфных функций. Потом будут ещё граничные у нас в перспективе, но пока внутреннее. Граничные сложнее. А значит, что такое внутренняя теорема единственности? Значит, у нас есть какая-то область, ну это давайте множество е, лежащее в этой области. Мы его назовём множеством единственности для класса голоморфных функций. Значит, если для любой пары функций голоморфных нашей области из-за того, что они совпадают на е, вытекает их совпадение уже всюду. Ну, естественно, в частности, если функция обращается в ноль на множестве единственности голоморфной, то она тоже действует на ноль. Ну вот утверждение очень простое, что любое множество, любое подмножество области д, содержать имеющее в d хотя бы одну предельную точку, значит, обратите внимание, важно, что в d не на границе. Вот множество такое, обязано быть множеством единственности. То есть, смотрите, в граничной точке области нули голоморфной функции, естественно, скапливаться могут. Ну и такие примеры у нас с вами, так сказать, чуть дальше будут. Ну, самый простой пример, чтобы устроить накопление нулей к границе, вы можете сделать, вы можете довольно легко доказать, в данном случае это сами. Значит, смотрите, давайте вы возьмете такую функцию, точнее, такую последовательность функции. Возьмите дробно-линейный автоморфизм, ну, стандартный дробно-линейный автоморфизм круга, который обращается в ноль, ну, давайте в точке там 1, 2. Потом вы возьмите дробно-линейный автоморфизм круг, который отображается, ой, обращается в ноль в точке там 3, 4, ну, 7, 8, ну и так далее. И перемножьте, сформируйте бесконечное произведение. Ну, довольно нетрудно доказать, используя совершенно стандартные конструкции, что в данном случае такое бесконечное произведение будет сходиться. На самом деле, чуть позже мы об этом поговорим. Такое произведение, это частный случай так называемых произведений бляшки, они у нас с вами будут возникать чуть позже. Но я думаю, что в таком конкретном примере вы это просто сможете доказать довольно легко руками. нам, значит, берете, значит, пусть а-н, это у нас с вами что, 1 минус, там, давайте, 1 на 2 в n. Ну, если вы возьмете вот такие функции, фи-н от z, это что такое, это z минус а-н, там, единица минус а-н с чертой z, ну, и возьмете произведение, там, ну, наверное, надо будет, а, ну, тут ничего, не вещественное, все хорошо, достаточно просто вот такое взять. Фи-н от z, вот такое произведение, да, ну, естественно, надо доказать, что, надо доказать, что оно, ну, давайте я напишу так упражнение, доказать, ну, пусть это будет фи-большое, да, доказать, что фи-большое, это голоморфная функция в единичном круге. Ну, вот и мы видим, да, что нули этой функции благополучно, вот они сидят в точках а-нт, и прекрасно накапливаются к точке 1, при этом функция, конечно, не тождественная 0, да. Вот. Поэтому этот пример, ну, вот он показывает, что вот это вот условие, которое мы здесь с вами сформулировали, что вот это условие важно, да, что точка предельная, хотя бы одна у множества е должна лежать строго внутри. Ну да. То есть на границе-то выскакивать может, а так нет. Ну, опять же, ну, ясно, что ну, так вот, совсем уж на пальцах, совсем уж на пальцах, да, доказательство этой теоремы, оно, ну, понятно, что оно вытекает из написанного выше следствия, да, из изолированности нулей. Вот. Ну, вытекает следующим образом, да, значит, ну, вот я просто напоминаю, что такое наличие предельной точки в области D, ну, и доказывать будем совершенно тривиальным для нас способом. очередной раз используем наш прием, связанный с... Ну, конечно. Вот. Ну, опять же, что берем множество таких точек, обратите внимание, сразу формулируем про открытые, про окрестные, да, то есть берем множество таких точек из области, что наши функции, про которые мы знаем, что они совпадают на множестве E, что они совпадают в некоторой окрестности точки Z. Ну, или другими словами, там это множество таких точек, где разность этих функций тождественной ноль. Ну, давайте смотреть, значит, давайте проверять не пустоту открытости и замкнутости Y, да, то, что нам нужно, чтобы доказать, что он совпадает со всей областью D. Ну, хорошо, давайте замкнутость. Берем какую-то предельную точку Y, лежащую в D. Ну, очевидно, что просто по непрерывности вот эта разность G, это F-H, что эта функция G просто по непрерывности в этой точке ноль. Дальше. Эта точка неизолированная, неизолированный ноль, для G, потому что она предельная для множества точек, в окрестностях которых G равно нулю. Согласны? А вот G равно G? Ну, непрерывная функция G — это предельная точка для множества, на котором даже не просто G равно нулю, а G вообще в окрестности ноль. И очевидно, что опять же, что в силу устройства Y, что это неизолированный ноль. Это означает, что G в целой окрестности равна нулю. Раз на F в целой окрестности равна нулю, то деваться некуда, точка W сама в Y, потому что в ее окрестности G равно нулю, то есть E совпадает с H. Хорошо, теперь ясно, по аналогичным причинам, что вот та самая предельная точка E, которая попала в нашу область, что она тоже такая. Значит, А — это предельная точка того множества, на котором G равно нулю. Значит, по непрерывности G в ней тоже равно нулю. Дальше. А предельная точка, значит, это ноль неизолированный. Значит, в окрестности точки А по предыдущему рассуждению функция G обращается в ноль. Неизолированный ноль — функция голоморфная. Значит, точка А тоже попала в Y. Но открыто Y по строению. То есть мы сразу сказали, что оно состоит из таких точек, что окрестный, что равен там целой окрестности. То есть оно уже определено сразу как открытое множество. Но раз оно не пустое, открытое, замкнутое подножество связанного множества D области, то оно с ней совпадает, а это означает, что на самом деле просто F совпадает с H всюду в D. Ну вот, собственно говоря, и все доказательства. Кстати, из этого сразу вытекает, что действительно количество нулей голоморфной функции в области не более чем счетно. Ну вот опять же, простейший пример, когда это счетное множество нулей мы приводим, но больше не бывает. Потому что больше уже обязаны иметь предельную точку. Ну вот это просто ноль, да. Ну вот внизу написано несколько формулировок упражнений, чтобы вы просто посмотрели на все условия теоремы единственности. Ну вот в частности, вот у нас есть вот такая функция Z в квадрате синус P делить на Z и функция Z дождь действительно равно нулю. Ну вот они совпадают на множестве. единичка на n ну и естественно не дождественно равны вот в C, да. Ну вот вопрос, какая часть, какое утверждение теоремы здесь не работает. Ну предельная точка будет. Да. 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 Ну и потом пользуемся изолированным. Ну нет, еще раз, раз ноль не изолированный, то это означает, что просто у него есть окрестность, в которой функция тождественная ноль. Потому что если бы он был изолированным, то функция была бы устроена как z минус w в какой-то степени умножить на функцию без нулей в окрестности. И это произведение бы нигде в окрестности в какой-то маленькой нулей бы не имело больше. А раз он не изолированный, то у вас в любой окрестности найдется еще хотя бы один ноль. Вот и противоречие. То есть вот что такое теорема единственности. То есть в принципе вы видите, что это на самом деле достаточно простая штука. Ну вот некая задачка, над которой стоит подумать. Ну а в частности, что можно сразу же сказать про теорему единственности, чем она для нас с вами хороша? Для нас она с вами вот чем еще, кроме всего прочего, хороша. Обратите внимание, мы с вами, когда разбирали элементарные функции, мы написали какие-то определения того, что мы называем комплексные экспоненты, региометрическими функциями, гиперболическими функциями. Это была, ну как бы у нас была некоторая идея, что мы пытаемся придумывать такие комплексные функции, чтобы они на вещественной оси совпадали с нашими. Ну и теперь мы понимаем, что, ну разумеется, что единственное разумное определение экспонента, оно, например, экспоненты, оно устроено так, что если у меня в области есть хотя бы какой-то кусок вещественной оси, то понятно, что эта экспонента должна совпадать с вещественной экспонентой. А отрезок вещественной оси, он там сколько хотите имеет предельных точек, вот нам теорема единственности говорит, что по-другому нельзя. То есть на самом деле те определения как бы единственно возможные в результате получаются. Но это вот такой отдельный сюжет, немножко связанный с именно анализом поведения функции в окрестности нуля. Но теорема единственности для нас это очень важный ход, который будет много где дальше использоваться. Ну и вот на самом деле первое место, где нам этот теорема понадобится, это как ни странно, мы сейчас хотим вернуться к сюжету, помните, мы с вами говорили, что когда у нас с вами есть степенной ряд, что у нас внутри кругосходимости гламорфная функция, снаружи кругосходимости всё расходится, а зная ли мы что-нибудь про эту гламорфную функцию на границе, ну по крайней мере вся наша предыдущая наука говорит, что не знаем. Ну вы конечно можете вспоминать всё, что у вас было в курсе обычного вещественного анализа, когда у вас были степенные ряды просто на интервале, что с интервалом сходимости проблем было намного меньше, потому что у вас было ровно две точки, правая и левая. Ну и там ситуация всегда была какая-то безумно простая, то есть либо у вас ряд сходил, то есть вы помните, что возможны все комбинации, что ряд может сходиться и в правом и в левом концах интервала, может расходиться и в правом и в левом концах интервала, может в одном конце интервала расходиться, в другом там условно сходиться, например. То есть все комбинации возможны. Но в контексте вещественного анализа довольно сложно понять, а что же, собственно говоря, происходит с функцией. И более того, с чем связано это разное поведение. Поэтому поведение степенного ряда, то есть пусть даже с вещественными коэффициентами, пусть даже с вещественным центром разложения, на самом деле удобнее, намного более правильно, содержательно рассматривать уже в контексте поведения комплексных рядов, то есть рассматривать на самом деле именно поведение степенного ряда на границе круглосходимости. И вот здесь мы на самом деле дадим некоторое определение, которое, по большому счету, которое вы неизбежно вспомните намного позднее, еще раз, когда мы будем говорить про, так сказать, ну, Верштрассов, подход к аналитическому продолжению. Мы, но сейчас, вот, мы это понятие на самом деле уже можем как бы привлечь, и вот то, что для нас пока получится, это будет некоторая иллюстрация к тому, как работает теоремия единственности. Значит, идея, смотрите, идея очень простая. Вот у нас есть круг сходимости нашего степенного ряда. Вот меня интересует какая-то произвольно взятая точка Z на граничной окружности этого круглосходимости. Значит, какие у нас с вами возможны две ситуации? Значит, у нас возможна ситуация вот такая, что вот найдется какой-то кружочек с центром в точке Z, ну, какого-то радиуса ρ, это ρ, естественно, там от Z будет зависеть, да? И найдется функция ψ, которая, ну, понятно, тоже зависит от этого Z. Ну, вот такая, что вот здесь вот здесь у нас выполняется вот такое равенство. Вот такую точку будем называть правильной. Видите, да, вот то, что написано? Значит, такую точку будем называть правильной. Значит, если точка не является правильной, будем говорить, что она особая. Ну, для полноты картинки все внутренние точки, разумеется, надо корректно назвать правильными, да, потому что там, собственно, вот сама вот эта функция, да, живет. Значит, вы смотрите, значит, при чем здесь, ну, грубо говоря так, при чем здесь теорема единственности? Ну, понятно при чем. Значит, понятно, что если у меня есть точка правильная, то близкие точки тоже правильные. А вот особые точки умеют быть изолированными. Особые точки умеют быть изолированными. Ну, вот сейчас тебе простейший пример. В единичном круге, в единичном круге 0,1, мы возьмем функцию вот такую, 1 на 1 минус z. Значит, ну, понятно, что любая точка вот здесь будет правильной, потому что сама эта функция, ну, понимаешь, что эта функция вообще голоморфно всюду в комплектной плоскости, кроме единицы. То есть она сама и... Ну, а точка 1, безусловно, для этой функции особая. Потому что, опять же, по теореме единственности, с какой бы функцией в окрестности, ну, вот, на каком бы шарике не совпадало, вот эта функция, ну, понятно, должна быть она сама, ну, а у нее в этой точке плохо. Вот. Поэтому... Вот такой пример. Значит, ну, теперь давайте... То есть вот такое понятие. То есть на самом деле, что для нас означает понятие правильной точки? Вот этого вот... Чем для нас хороша правильная точка? Потому что для нас правильная точка хороша тем, что функция, которая изначально была задана своим рядом Тейлора, вот только в этом круге, она на самом деле распространяется куда-то на большее множество. Она распространяется куда-то вот сюда. Причем понятно, что это естественно воспринимать, то есть такую функцию, да, значит, f при z в круге, там, a, r, и функцию psi z, a, z при z, 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 z. Вот такую функцию естественно воспринимать как распространение исходной функции f, ну вот, куда-то вот сюда. Вот. Все будет у нас совпадать на каком-то принципиальном пользе? Ну, конечно, конечно. Вот. Значит, сейчас мы этим будем пользоваться. То есть на самом деле это как раз позволяет думать всегда, думать таким образом, что если у меня на самом деле есть какая-то большая, какая-то область, и в этой области у меня есть вот этот круг, да, в котором, ну, я не буду писать r, я напишу пока какое-нибудь r малое. Вот в этом кружочке у меня есть степенной ряд. То есть он не обязан даже быть там кругом сходимости пока-пока. Я могу как бы, то есть в каком-то смысле я могу, получается, что при некоторых условиях, вот которые, собственно говоря, и будут потом изучаться, когда мы будем говорить про аналитическое продолжение, получается, что при определенных условиях на этот ряд, на эту область, что если мы про все забудем и оставим только вот этот ряд вот здесь, то в каком-то смысле тут будет достаточно информации, чтобы восстановить, ну, в ряде ситуаций, и в область, и функцию. А в ряде ситуаций, случаев недостаточно. Поэтому вот такой глобальный вопрос мы оставляем существенно на будущее, а вот локальный вопрос, если у меня, если известно, что r это радиус сходимости, то понять, как устроены точки вот здесь, то есть понять, какая из этих точек правильная, какая из этих точек особая, мы можем. И это первое движение вот в тот большой сюжет. То есть, по сути дела, понять, какая точка является правильной, это понять, по какому радиусу мы можем сместиться, можем выскочить как бы за этот круг и куда-то эту функцию распространить. А если точка особая, то понятно, что никуда мы не денемся, у меня никакой голоморфной функции в окрестностях нет. То есть, это вот такая начальная история этого сюжета. Ну и начнем мы с такой простой лемки. Простая лемка стоит в следующем, что если любая точка правильная, если любая точка правильная, то круг голоморфности можно расширить. То есть, если функция голоморфная в круге с центром в точке А радиуса некоторого R, и если любая точка окружности правильная, то найдется большая R, ну вот R' и найдется функция голоморфная в большем круге, которая на нашем круге совпадает с F. И именно вот здесь нам и потребуется теорема единственности. Идея очень простая. Любая точка окружности правильная. Значит, в любой точке мы можем построить вот то, что написано на доске, ну и на слайде одновременно. В любой точке окружности найдется некоторая R'z больше 0, найдется P'z какая-то голоморфная функция. Ну вот, хорошо. Ясно, что совокупность всех кругов с центром на окружности, вот этих радиусов R'z, это какое-то открытое покрытие. Окружность компакт, выбираем конечное. Ну вот теперь смотрите, как только мы взяли конечное подпокрытие, у меня появилось конечное количество радиусов вот этих вот R'z1 и так далее, там R'zk. Все они больше 0, то есть среди них уже есть некий минимальный. И теперь давайте построим вот эту функцию с волной, которая ровно устроена так, как мы вот написали вот здесь. То есть в большом круге, в исходном круге она совпадает с функцией F, а в каждом добавленном кружочке B'z, вот из этого покрытия, она просто совпадает с той функцией, которая нам дана. И вот здесь-то нам нужна теорема единственности, которая нам говорит о том, что вот эта функция F с волной определена корректно и единственным возможным образом. То есть если у меня кружочки B'z пересекаются, ну понятно, что они, естественно, так как их центры лежат на окружности исходного круга, они, естественно, все пересекаются и с кругом исходным. Но это означает, что на любом попарном пересечении этих кругов у меня выполняется, с одной стороны у меня выполняется равенство, ну, P'z равняется, P'z1 и P'z2, естественно, совпадают, потому что они там совпадают внутри круга с исходной функцией F, а значит они всюду будут совпадать. По теореме единственной, потому что все пересечения кружков это очевидно континуальное множество. Там сколько хотите предельных точек. Ну, смотрите, очень просто. Вот у вас, допустим, у вас возникла вот такая история, да? То есть вот этот кружочек и вот этот кружочек. Мы говорим, что мы вот в этом круге, я определяю, вот здесь я определяю функцию с волной, как там P'z1, а вот здесь я ее определяю как P'z2. Но у этих кругов есть непривиальное пересечение. Вопрос, что происходит на нем. Но вот здесь есть тройное пересечение. И на вот этом тройном пересечении с одной стороны P'z1 совпадает с F вот здесь, потому что она совпадает с ней вот здесь, и P'z2 совпадает с F, потому что она совпадает с ней вот здесь по условию. Ну, а значит она и здесь совпадает уже. Ну, значит они на самом деле на всем пересечении они совпадают. то есть это означает что вот здесь тоже все один совпадает все два вот в этой части а это означает что то определение которое мы написали корректно но в этом круге даже большим до большем круге вот но теперь так как у меня покрытие конечно это понятно среди всех этих радиусов выбирается просто берете просто половинку минимального радиуса и прибавляете ее к этому r у вас вот здесь у вас вот здесь вот пойдет окружность вот она вот вот эта окружность радиуса р штрих на это r плюс там ну да все центры на к все центры обязаны быть на окружности конечно но у нас есть функции каждая функция психотая живет где-то снаружи исходного круга на но прекрасные на пересечениях они совпадают значит вот так вот так определенная функция она во всей окрестности уже окружности наши она определена снаружи еще раз потому что внутри на каждом тройном трещине нас совпадает сходные начнут рена совпадает с исходное а снаружи она новая но снаружи ее определение через любой круг дает одно через любой из этих кругов на пересечении дает одно и тоже значит она корректно определена чтобы корректность определения ну смотри у тебя еще раз у тебя есть вот у тебя один кружок в котором ты должен определить и вот он пересекся с другим кружком значит тебе нужно показать что вот эта функция с волной она вот везде здесь определено хорошо так ты знаешь что вот здесь вот эта функция xi1 вот здесь функция psi2 выносить что вот здесь они совпадают потому что они тут обязаны вот вот что вот везде здесь это вас попадает целом или здесь здесь это совпадает сложно чтобы не совпадают сэмом они равны а теперь ты смотришь теорему единственности для вот этой области вот с этим множеством единственности и и знаешь ты говоришь что здесь тоже все один совпадает все два потому что совпадает здесь совпадает на множестве имеющим там кучу предельных точек ну у тебя сектор круга ну да любая вот но собственно говоря и все но из этого предложения сразу вытекает что из этого предложения сразу же вытекает что а если у вас есть круг сходимости степенного ряда именно круг сходимости то на границе обязана быть особая точка суммы конечно иначе бы он сходился дальше вы вы разложили вы взяли уберете вы берете круг сходимости степенного ряда если зета любая точка правильная то на самом деле функция продолжается в больший круг а функция продолжающаяся больший круг вы в нем разлагаете в ряд ты лора но это вариант ты лора коэффициенты совпадают с коэффициентами вашего ряда потому что это производные исходной функции в точке а там все все мыслимые а она там равна f все значит должны если у вас совпадает коэффициент должны совпадать и радиусы но у одного радиус r а у другого больше но ты про нас вот в этом и противоречие вот и так значит и так обязаны и так если у вас есть круг сходимости то обязана быть хотя бы одна точка которая для суммы является особой то есть хотя бы одна точка за которую ваша функция не распространяется но давайте думать давайте думать как и и нахай начну во первых какие-то самые простые примеры да какие-то самые простые примеры но вот известный для нас нам для нас там любимый ряд бесконечная наша геометрическая прогрессия так ну вот z в n ну понятно что радиус сходимости 1 по каши адамару сходится мы хорошо знаем функции 1 делить на 1 минус z и ну прекрасно вот мы знаем что у этой функции единичка это особая точка вот мы ее увидели да хорошо ну давайте чуть более интересный пример вот функция такой лакунарный ряд то есть z в степени 2 в степени n то есть мы взяли как бы предыдущий ряд и из него выкинули очень много членов казалось должно быть только лучше но на самом деле не совсем это но ряд радиус сходимости тоже один правильно есть последовательность по которой каши адамаре до который стремится к единичке а вот теперь мы хотим сказать что любая точка этой окружности будет особой то есть вот эта функция вообще никуда ни через какую точку единичной окружности распространиться не может она упирается как бы очень жестко да в свой бой вы видите да предыдущая функция прекрасно как функция просто как 1 делить на 1 минус z живет во всей плоскости у нее вот ровно одна плохая точка а вот здесь возникает функция которая никуда дальше распространиться не может откуда это следует ну очевидно что для написанной для написанной функции для написанной функции единица будет особой точкой ну вот этого лакунарного ряда z в степени 2 в степени n ну в этой точке повторяет расходится причем хорошо расходится n частичная сумма просто стремится к n плюс 1 нет но вообще при что при x равном брик при стремящемся к единице ну как бы да 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 я смотрю н частичную сумму да из этого уже видно что он будет расходиться вот но то что особое то есть если в точке ряд расходится то что это точка особая думаю это понятно хорошо бы сходился бы был бы этот самый если бы он сходился был бы абель который нам говорил про сходимость в кружочке и так далее ну подумайте к чему это ну вот подумайте я утверждаю что это так значит а теперь давайте из этого выкрутимся что любая точка что если единичная точка плохая на самом деле мы чуть позже докажем простую теорему из которой сейчас совсем просто будет значит ну пока руками давайте возьмем давайте покажем что любая то что любая точка будет особой сначала вот берем такую штуку отцепим от нашего ряда ну вот какое-то на какое-то начало ну для кого-то м отцепим первое там м слагаемых ну не трудно понять что то что то что останется будет выглядеть как но если у вас стоит например одно отцепили у вас z в квадрате там плюс там z в четвертый плюс z восьмой и так далее то же самое же вашу функцию и подставить ее z в квадрате да ну и так далее будет вот то что написано будет то что написано то есть давайте рассмотрим все корни степени 2m из единицы когда вы стремитесь к такому корню по радиусу когда вы стремитесь к такому корню по радиусу то ну z то сама то точка z в степени 2 в степени m стремится к единице ну тоже по стандартному по своему радиусу правильно да да ровно прямой да ну то же самое мы как бы сводим к верхнему рассуждению да а мы с вами хорошо знаем что когда z в степени 2 в степени m стремится к единице оставаясь вещественным то у вас ряд расходится ну то есть что сумма стремится к бесконечной ну возведите значит у вас как у вас функция z в степени m работает вот вы взяли значит вот допустим у меня есть я нарисую при корнях четвертой степени на вот у вас . по радиусу стремится в точке и то есть это у вас . выглядит как это у вас . выглядит как там какой-нибудь r и ну и r вещественное стремится к единице но возводить в четвертую степень что получится r в четвертый правильно если я стремится к единице вот отсюда то r в четвертый стремится к единице отсюда то же самое вот здесь то же самое ну и так далее да вот у вас допустим 6 степень 6 ну и степени 6 не бывает но неважно а вот ну а это означает что у вас на самом деле ровно то как бы дупли просто пробил репродуцируется ровно та же картинка которая была уже в единице и это означает что всевозможные корни всех степеней 2 в степени m вот все такие точки особые ну а их они всюду плотные на окружности а мы помним да что правильный то что нужно правильных точек открытая значит правильных нет никакая точка не может быть правильной после любой ее окрестности найдется такая ну конечно вот ну вот тоже такой простой пример но это пример а у тебя давайте все-таки думать о том как находить да то есть как понимать вот вы смотрите на точку и как понимать она особо или правильная ну на самом деле инструмент очень простой инструмент очень простой смотрите мы проводим из центра в тестируемую точку радиус берем на этом радиусе какую-то произвольную точку w она еще все еще лежит в том круге в круге внутри кругосходимости функция там голоморфно и вы имеете полное право ее с этим центром разложить в ряд тейлора у этого ряда тейлора ну даже понятно как считаются коэффициенты то есть надо просто взять вашу функцию взять ее там энную производные производные в этой точке поделить n фактериал вот ваши коэффициенты bnb они однозначно определяются вашей функцией у вас возник новый степенной ряд с новым центром разложения у этого степенного ряда есть какой-то радиус сходимости так свой ясно что этот радиус сходимости не может быть меньше чем расстояние до окружно до границы кругосходимости меньше больше может да именно так в этом и идея не может быть меньше потому что смотрите ну смотрите если это хоть меньше то этот кружок целиком глубоко лежит внутри там внутри круга ну а вы понимаете что любу что голоморфная функция значит ну вот давайте вот давайте снова эту картинку ну уже нету теперь другую картинку нарисуем на значит вот у вас вот у нас круг сходимости да вот радиус вот мы взяли точку w значит функция f которая исходная которая сумма значит это минус а в n значит r это радиус сходимости значит эта функция f она заведомо голоморфна в круге с центром w и радиусом ну вот r минус ну модуль w минус а правильно раз она в этом круге голоморфна то она в нем разлагается в ряд тэйлор и значит его коэффициенты и цитны совпадают вот с этими коэффициентами расстояния вы написали вот этот вот ряд f от z теперь сумма по n там b n z минус w n в n у этого ряда есть ну допозначим в r w радиус сходимости и еще раз и получается что этот r w он не меньше чем вот то что мы то есть он не меньше вот этой штуки ну а дальше давайте естественно задавать вопросы больше или равен да да он просовывал тэйлора обычная да но вы взяли функции переразложили ее в точке голоморфнасти в ряд тэйлора ну да просто вспомнили чему равны чему равны просто продифференцировали ряд вспомнили чему будут равны ну возьмите вот этот ряд продифференцируйте его подставьте вместо z w это и будет то что нужно ну да ну про можно было просто вот так написать ну строчка была место на слайде было чего бы не подставить в данном случае просто все равно вот хорошо значит теперь смотрите значит вот у нас с вами вот такая вот такая история значит давайте теперь смотреть значит этот круг вот этот круг значит rw это радиус сходимости так это радиус сходимости значит на его границе обязана быть особая точка для суммы но любая точка кроме точки зета у этого значит если rw это просто равняется r минус там а минус w да значит тогда что получается тогда существует зета лежащая на окружности с центром в точке w радиуса rw особая для f ну да особая для f а это точка а это точка ну понятно что никакая внутренняя не годится потому что в них во всех ну вот сама функция фигеломорф поэтому варианта нет это только вот это только вот эта точка это только вот это хорошо а если этот радиус оказался больше то есть если у нас с вами вот такая ситуация сложилась да то да то смотрите то тогда вот эта сумма сумма этого ряда она уже распространилась вот сюда ну и понятно что нарисуете какой-то кружочек здесь вот эта сумма ряда и дает нам то функцию которую мы хотели получить по определению правильной точке понятно да идея то есть это и есть как раз это и есть ровно то тот критерий которым можно пользоваться и на самом деле вот вот эта история она лежит в будущем в основу того метода аналитического продолжения по верштрассу ну собственно говоря там добавится что здесь мы говорим про какие-то фиксированные направления мы просто . тестируем а верштрасс впоследствии предложил как раз устранить функцию заданную где-то степенным рядом он предложил выпускать из центра разложения произвольные пути и двигаться по и двигаться по этим путям каким образом вот мы дошли до так сказать какой-то точке переразложили в этой точке ряд если радиус сходимости получившегося круга ну выскочил за тот круг который нам да то очень хорошо мы продолжили как бы движение ушли в этот новый кружок в этом новом кружке снова приблизились так сказать граничные точки снова переразложили функцию а дальше вопрос как далеко мы можем распространиться и что мы при этом получим да то есть это вот другое это как бы это и есть основ вопрос когда когда на который в рамках той теории придется отвечать но конструктив ровно такой идея ровно так вот ну на наши либо вы можете посмотреть в вашей элементарной ситуации но давайте мы возьмем сильно функцию там вот этот один на один минус z который вы легко умеете переразлагать от точки к точке но вот вы разложили в нуле до увидели радиус единица теперь хорошо теперь давайте вы что вы можете видеть вы вы приблизились к вы пришли в точку 1 2 возьмите эту же гейме эту же функцию и просто переразложить ее в другую геометрическую прогрессию с центром 1 2 это тривиальная операция переразложить в ряде тривиальной операции вы получите ряд среди необходимости бинга 1 2 вы пришли в точку минус 3 четверти переразложили там вы получаете ряд с радиусом сходимости 1 4 вот у вас намек на то что вы едете в вы едете в особую точку теперь вы поехали какую другую сторону вы пошли в точку например вы пошли в сторону в мир точки минус 1 начали переразлагать и вы видите что вы пошли в точку минус 1 2 а радиус у вас стал 3 вторых то есть вы сразу зацепили огромный круг на туда налево вы пришли в точку минус 3 четвертых у вас радиус там 7 четвертых стол вы дальше зацепляете и вы видите что вы движетесь в сторону правильной точки потому что у вас радиус увеличивается то есть вот очень вот вот такой такой критерий как понимать вот как понимать но ты оказывается вот на самом деле теорема которые сразу позволяет на многие вопросы которые в вещественном анализе возникали сразу же отвечать она сразу же отвечает представьте себе что у вас есть ряд ну с центром в нуле для приличия просто понятно что перенести всегда можно значит ряд с веществами неотрицательными коэффициентами альфа nt и представьте себе что этого ряда радиус уже равен единице вот вот тогда гарантированный единица особая . все могут быть и другие на единицы гарантированно особая и это как раз ситуация которую вы хорошо помните в веществном анализе на правый конец всегда был плохой интервала оказывается очень просто доказывается значит что нам нужно доказать нам нужно доказать что если я взял точку x на интервале 0 1 да вот по нашему критерию и переразложил там функцию в ряд тылора я должен доказать что этот радиус rx который получится что он равен просто 1 минус x правильно хорошо давайте будем это доказывать просто взяли этот радиус теперь я взял произвольную точку лежащую на окружности радиуса мод радиус x но не равна единице просто сдвинулся в любую такую точку повернулся я начинаю там элементарно оценивать ну мы понимаем да что для того чтобы посчитать этот радиус я должен найти коэффициенты тылора в точке w и посчитать просто радиус по формуле каши адамар ну хорошо я беру начинаю оценивать и лоровские коэффициенты в произвольной точке w модуль который равен x который я проверяю ну элемент но после деления на факториал это вот такая элементарная штука да то есть альфа n плюс там n плюс 1 альфа n плюс 1 w и так далее ну хорошо все альфы у меня не отрицательные значит очевидная грубая оценка а модуль w это x то есть очевидная грубая оценка сверху которая дает ровно который дает ровно формулу для тылоровского коэффициента в точке x то есть модуль коэффициента тылора в точке любой точке w модуль который равен x не не больше чем модуль тылоровского коэффициент вот в этой точке ну а так как помним да радиус сходимости там все наоборот то если у меня вот в эту сторону неравенство для коэффициентов то будет в обратную сторону неравенство для радиуса то есть радиус в произвольной точке w с модуль который равен x не меньше чем радиус в этой точке x сходимости этого ряда и если у меня z равно 1 правильная точка то радиус в точке x больше чем расстояние до нее ну а значит и в любой точке радиус больше значит все точки правильные значит один не радиус сходимости поняли да идея ну это вот подтверждение название теоремы принцгейма очень простая теорема поняли да идею рассуждение нет ну понятно что на единицу всегда можете отнормировать если у вас был произвольный рассуждение радиус ну поделите на него будет это всегда можно отнормировать а вот то есть если у вас вещественные коэффициенты то так сказать всегда особой точкой будет ну так сказать просто но это кстати на самом деле то же самое будет то же самое можно доказать для комплексных коэффициентов у которых не отрицательная вещественная часть но это упражнение подумайте как это сделать ну еще одно утверждение которое пожалуй без доказательства приведем но она чуть чуть более громоздкая вот просто боюсь что в полугодовой курс не уложимся значит теорема фабри есть последовательность коэффициентов но уже любых комплексных вот с таким свойством узнаете да выражение пределы ценное делить на цене плюс первое да 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 ну вот это близок доломбера или если если использовать термин терминологию книжки фенгольца тут это само отношение называется варианты доломбера да кто читал ну или отношение доломбера но вот если вот это отношение доломбера имеет предел она комплексная в данном случае имеет предел единица и ряд с этими коэффициентами тоже имеет радиус сходимости единицы то опять именно . 1 то есть самая правая точка кругосходимости является особой точкой для суммы то есть на самом деле вот для но это на самом деле по моему это просто хорошо объясняет вот те задачки которые у вас были на первом курсе когда вы всегда понимали что всегда борьба была за возможно условную сходимость на левом конце помните интервалы потому что за правую нечего бороться гарантированно не будет особая точка вот это как раз и обе то есть это в любом случае объяснение того как возникает почему именно интервал сходимости да даже если у вас даже если у вас вдруг так вам повезло что ряд прекрасно ну возьмите там ряд с каким-то там безумно быстро убывающими коэффициентами да там ну возьмите рядом xn делить там на n в сотой да понятно что у вас и на правом конце сходимости на левом конце сходимости но где-то на окружности которые вы не видите в вещественном вещественной ситуации где-то на окружности живет особая точка а здесь на самом деле мы понимаем что особая точка живет на самом деле в точке 1 несмотря на то что ряд сходится ну кстати говоря это довольно простая история которую ну ее можно например понять там разбирая например там я не знаю ну разбирая какой-нибудь там логарифм или делогарифм какую-нибудь такую функцию ну или вот такой простейший пример действительно который вот мы можем написать возьмите возьмите лакунарный ряд то есть помните у нас была с вами у нас с вами была теорема у нас был с вами пример когда любая точка особая когда любая точка особая но там было понятно там просто расходимость по огромному количеству радиусов сразу же да но пожалуйста этот же лакунарный ряд и от нормируем там коэффициенты то есть я напишу вот ровно такую же историю но возьму коэффициенты ну просто ну да завалю их вниз с одной стороны радиус сходимости 1 понятно теорема принцгейма немедленно выдает единицу особой точкой опять же все те же самые аргументы связанные с корнями из единицы и поведением на этих радиусах автоматически говорить что любая такая точка тоже особая это легко проверяется а раз любая такая точка особая то и все точки на окружности особые но мы понимаем что функция которую мы написали она не просто голоморфная функция в круге но за счет того что коэффициенты безумно быстро убывают эта функция на самом деле класса c бесконечность в замкнутом круге то есть пожалуйста у нас функция класса c бесконечность в замкнутом круге голоморфная внутри и не через одну точку она не распространяется как голоморфная то есть на самом деле вот проблемы связанные с потерей вот или голоморфную с нераспространимостью как голоморфная функция это не только и не всегда проблемы связанные просто ну вот как в тривиальном примере функции 1 на 1 минус z просто с потерей непрерывности в граничной точке вот можно сделать вообще хоть c бесконечность и все равно не и все равно она никуда не распространится то есть вот это здесь уже как бы вот вот для анализа этих штук уже теорема принцгейма очень хороша вот но пожалуй еще одно утверждение тоже про степенные ряды и про поведение на граничной точке на самом деле и точнее про поведение функции да ну это утверждение которое но не знаю вы иногда называют второй теоремой амбеля иногда ну я не знаю по камере я встречал несколько источников где этот термин есть поэтому ну давайте его в таком виде запомню на самом деле очень простое утверждение у нас есть опять же степенной ряд с кругом сходимости вот какого-то радиуса r и предполагаем что в какой-то граничной точке ряд сходится тогда на самом деле у вашей функции существует радиальный предел в этой точке который совпадает с суммой этого ряда на границе но на самом деле это будет это более слабое реальное утверждение чем теорема абеля по большому счету можно доказать что тут существует значит что такое радиальный предел да значит радиальный предел это я на этой картинке покажу это вот такая история значит вот я взял радиус и я точку вот у меня точка z ну и . z давайте да ну это r ну е в степени какой-то и феноль да и у меня r стремится к r большому вот отсюда вот это ради это предел это предел радиальный на самом деле в написанной ситуации будет намного больше будет существовать предел по любому углу вот как бы вы ни стремились к точке z 0 вдоль любого угла бисектриса которого радиус а угол меньше пи лишь бы не касательно подходить на самом деле вот здесь можно в предложении там 93 вместо радиального предела можно взять взять любой не касательный да и доказательство если честно не сильно модернизе не сильно надо модифицировать подумайте а ну примерно так же проходит значит ну хорошо действительно давайте будем доказывать ситуации когда у нас с вами ну понятно когда радиус единицы и точка единицы просто ну всегда можно понятно отмасштабироваться и повернуть вот и более того будем считать что предел в этой точке равен нулю вычтите это просто первый коэффициент меняете вот значит ну вот хорошо теперь действительно берете вот такую функцию значит берем дробь 1 на 1 минус z ну собственно говоря и берем функцию f делить на эту штуку да ну тут еще в одном месте да написано произведение ну конечно вот ну или обычное произведение рядов пакаши да понятно что у ряда для же тоже радиус сходимости единица ну по понятным причинам да а вот у вас смотрите у вас в функция f голоморфно в круге 0 и 1 вы поделили на 1 минус z которая внутри этого круга голоморфно и написали по сути и написали ее ряд тыл ура нет я имею нет мы знаем что радиус равен единице мы наоборот будем этим пользоваться работая с сопроизведениями вот ну хорошо значит теперь смотрите значит дальше пример дальше примерно понятно эссенты это что у нас с вами это у нас просто ну это коэффициент исходящегося ряда правильно вот ну считаете там неравенство каши хотите напишите там где-нибудь и все вот понятно что и так что они стремятся они стремятся к нулю можно тогда назначение значит дальше ну дальше тривиальная оценка дальше тривиальная оценка ну и все отсюда вытекает что f действительно по радиусу подчеркиваю важно что по радиусу стремится реально все то же самое можно написать по сектору но просто чуть чуть более громоздкие оценки вот но это вот на самом деле был такой чуть-чуть сдвинуть чуть-чуть такой изолированный сюжет но мы немножечко догнали ну то видите на вот у нас изначально были степенные ряды и они у нас с вами возникали как ну вообще первый какой первый класс по-настоящему большой класс голоморфных функций потом мы показали что локально это все вот ну и дальше мы немножечко опять же используя эту теорию который мы уже развили на данный момент сумели затронуть вот историю сюжет о том а как же эти собственно говоря функции собственно как же эти ряды ведут себя ну как они чувствуют что происходит на границе круга они чувствуют то что происходит в каком-то смысле распространяется эта функция дальше или нет опять продолжение это продолжение этой темы оно будет дальше когда мы доберемся до конструкции аналитического продолжения вот а сейчас мы на самом деле сделаем небольшой разворот и будем разбираться вот с чем смотрите мы до сих пор с вами работали с функциями ну по сути голоморфными в кругах вся локальная теория и все что из нее можно построить она ориентировалась на это а теперь мы с вами посмотрим а что же происходит ну мы уже выяснили с вами что в нормальной ситуации у нас ну если у нас бывают изолированные нули но на самом деле ясно что у нас и бывают изолированные точки в которых функция теряет голоморф ну вот это и есть та история которую мы сейчас хотим понять на самом деле вообще по большому счету когда мы работаем с функциями голоморфными как ни странно интерес представляет именно те множества где они не голоморфны вот ну вот сюжет будет такой у нас с вами будут функции голоморфные в кольцах у нее некая неодносвязная область кольцевая область и утверждает что если функция для них можно тоже придумать разложение в степенные ряды но эти степенные ряды будут уже двухсторонними то есть не только по положительным но и по отрицательным степеням вот нашего основного фактора ну а именно такое утверждение пусть есть точка в комплексной плоскости есть пара чисел r р малый р большое вот такие что р большое больше чем р малый есть функция голоморфная в кольце с центром точки а радиусами r малый р большой если мы определим вот такие коэффициенты понятно что значит такой интеграл естественно существует я могу проинтегрировать голоморфную функцию по окружности а если у меня окружность лежит между этими радиусами то функция f там голоморфна точка а вообще лежит далеко функция хорошая эти коэффициенты определены и сразу же заметим что в данном случае мы уже и можем использовать теорему Каши просто об интеграле по гомотопным путям и мы понимаем что вот это в пределах кольца вот эту окружность я могу двигать как угодно интеграла не изменится вот поэтому действительно написанные числа они зависят только от функции f и точки там а и числа n это вот действительно коэффициенты дальше написав такие коэффициенты я формально имею право написать такой функциональный ряд и утверждаю что этот функциональный ряд сходится в моем кольце локально равномерно и его сумма совпадает с функцией f вот ну хорошо давайте будем это делать значит берем у меня произвольная точка запись колечко я беру такие радиусы чтобы эта точка ну вот лежала в некотором внутреннем кольце с радиусами r штрих и малый r штрих большой ну вот которая чуть-чуть внутри да 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 ну как ну формально говоря вы понимаете что я могу что это некое счетное множество индексов я могу переименовать это дело как угодно то есть это функциональный ряд я могу вообще начать его с минус бесконечности и считать что он вот так занумерован но формально сходим из двух рядов собственно и это мы и будем доказывать ну в общем взяли вот это колечко внутреннее и по внутреннему колечку как нетрудно догадаться мы пишем просто интегральную формулу Каши обратите внимание кольцо это у нас допустимая область жардановая круг минус другая жардановая область минус круг мы имеем право написать теорему о том что значение во внутренней точке этой области восстанавливается по интегральной формуле Каши как интеграл по положительно ориентированной границе что такое положительно ориентированная граница кольца это две окружности одна из которых ориентирована положительно внешне а другая из которых внутренне ориентирована отрицательно согласны? вот что здесь и написано что интеграл по положительно ориентированной границе кольца есть интеграл по положительно ориентированной окружности большего радиуса минус интеграл по положительно ориентированной границе меньшего радиуса. Теперь я просто должен вот здесь разложить под интегральное ядро в ряд, и вот здесь я должен разложить под интегральное ядро в ряд. В обоих случаях это делается ровно так же, как мы делали, когда разлагали функцию в ряд t, в степенной ряд. То есть берете ядро, разлагаете его, значит, смотрите, когда я сижу на окружности большего радиуса, R', то понятно, что для внутренней точки Z и точки на окружности Z у меня вот такое неравенство. Просто элементарное переразложение в геометрическую прогрессию. Добавили и вычли точку A, вытащили вот таким образом, модуль этой штуки меньше 1, разложили в геометрическую прогрессию, которая сходится равномерно по Z и сходится на этой окружности. Геометрическая прогрессия с модулями меньше 1. Потому что модуль Z-A строго меньше, чем модуль Z-A. А когда мы сидим на внутренней окружности, вот здесь, всё наоборот, у меня наоборот вот этот модуль больше, ну хорошо, я делаю ту же историю, но я вынужден их поменять ролями, правильно? У меня наоборот теперь получается вот эта штука по модулю меньше 1, значит, я её разлагаю в геометрическую прогрессию вот здесь, и получается вот такой ряд. Значит, здесь я поменял местами номера, поменял местами, ну понятно. Ну тут у меня были положительные индексы, тут у меня теперь отрицательные индексы, ну я просто переписал, чтобы получилось то, что... Значит, смотрите, здесь у меня идёт ряд по положительным степеням Z-A, а здесь у меня идёт ряд по отрицательным степеням Z-A, вот он. Ну вычитаем туда-сюда, получая вот этот минус с этим минусом уходит, получается ровно то, что нам надо. Проинтегрируем вот эти штуки по члену, а имеем право, потому что входимость равномерная, и всё. То есть вот наше разложение в ряд, вот такой степенной ряд. Ну, соответственно, давайте, значит, это было кольцо, теперь давайте будем рассматривать функцию, ну, такое тривиальное кольцо, нам не запрещено, значит, чтобы внутренний радиус, маленький радиус этого кольца был равен 0, то есть просто проколотая окрестность точки. Если есть функция голоморфная в проколотой окрестности точки, то вот она разлагается тоже в соответствующий степенной ряд, правильно? Вот такого вида. Значит, вот этот ряд, вот его называют рядом Лорана для нашей функции. Дальше, значит, в этом ряде есть члены с положительными степенями, вот их называют правильной частью, а есть кусок с отрицательными степенями, вот этот фрагмент называется главной частью ряд Лорана, вот нашей функции в этой точке. Значит, правильная или голоморфная, видите, да, здесь как бы в каком-то смысле подчеркивается, вот говоря слово главное, то есть по сути, вот что от неё всё будет происходить. Ну, хорошо, у нас с вами возникли, возникли вот такие двукратные степен, то есть двусторонние степенные ряды, двунаправленные степенные ряды. Значит, на самом деле для них очень легко формулируется аналог утверждения про формулу Каши Адамара. Значит, смотрите, если у меня есть какая-то последовательность, двусторонняя последовательность комплексных чисел БНТ, ну вот формируется выражение, очень похоже, значит, вот здесь то, что нужно просто в Каши Адамаре, а здесь то же самое, только без обратной величины, да? Да, и n на минус n. То написанный ряд, вот степенной, он вот такой, он, опа, вот здесь, он сходит локально равномерно вот в таком кольце. И его коэффициенты на самом деле совпадают с коэффициентами Лорана и его суммы. То есть это то же самое, что было в редакторе Лора. Такое же утверждение. Значит, в одну доказательство, оно очень просто. Значит, про Каши Адамара. Значит, ну понятно, что круг радиус r большой, это просто круг сходимости вот такого ряда. Так? Дальше. Давайте возьмем здесь и сделаем замену переменных. С w на 1 на z минус r. В итоге вместо ряда вот такого мы получим вот такой степенной ряд. У этого степенного ряда круг сходимости, ну опять же, тоже по формуле Каши Адамара это вот такой. Помните, да, в r мы деление на обратную величину не взяли в r малом. Значит, поэтому здесь единичка на r малом. Но когда вы берете обратное отображение, то вот такой круг переходит вот в такой круг. Так что у вас есть функция f, которая равна вот такой сумме, где одна функция голоморфна в этом круге, а вторая голоморфна вне этого круга. Ну, значит, все вместе определенное голоморфно вот здесь. Все этого достаточно. Первое, наверное, мы должны быть в рядах. А, нет, если у вас в рядах не нужно? Да. Ну, а равенство, так же, как в рядах Тейлора, домножьте на степени, проинтегрируйте по окружности. Тут ничего не меняется. Вот возникли разложения вот в такие двойные степенные ряды. Про эти же двойные степенные ряды сразу можно доказать тоже аналог неравенства Каши, который выглядит точно так же, как в случае рядов Тейлора. Но только обратите внимание, что здесь уже n ведут себя, n может быть и положительным, и отрицательным. То есть понятно, что при отрицательных n у нас неравенство в другую сторону. Ну, не в другую сторону, а в смысле, что умножается на ров в степени модуль n. То есть там минус сотый коэффициент ведет себя, как норма f умножить на ров сотый. И вот теперь, глядя уже на... Имея в руках риды Лорана, мы можем вот на что обратить внимание. Итак, представьте себе, что у вас есть функция, которая голоморфна в проколотой окрестности точки. Ну, вот мы будем с вами говорить о том, что же такое изолированные особенности голоморфных функций. Ну, можно говорить изолированные особые точки голоморфных функций, или говорить изолированные особые точки однозначного характера, имея в виду, что потом будет еще и неоднозначно в перспективе. Что будут еще и особые точки неоднозначного характера в перспективе. Ну, чтобы вы понимали, о чем пойдет речь, представьте себе, что... Но понятно, что, например, функцию корень или логарифм, про которую мы с вами говорим, вы прекрасно понимаете, что вы её можете определить в любой точке, кроме нуля, подходящим образом подбирая разрез, но никак не можете определить в нуле. Поэтому в каком-то смысле надо понимать, что ноль для этих функций тоже будет в некотором смысле особой точкой, но он сюда не укладывается, потому что ни в какой проколотой окрестности нуля у вас нету голоморфной ветви ни корня, ни логарифма. Поэтому мы здесь добавляем слово однозначного характера, ну или мы ещё раз говорю, альтернативная терминология это изолированные особые точки голоморфных функций. В общем, общая постановка такая, у вас есть функция, которая голоморфна в проколотой окрестности точки А, вот в ВА, но в этой ситуации эту точку называют изолированной особой точкой, вот этой голоморфной функцией. Вот эти особые точки делятся на три категории абсолютно естественным образом. Значит, ну хорошо, у меня функция в этой точке не голоморфна, но я имею право рассмотреть предел в этой точке. И этот предел может быть либо конечным числом, он может существовать, но быть бесконечностью, а может его не существовать. И вот эти три ситуации мы разделяем и говорим, что если у нас есть изолированная особая точка и в ней существует конечный предел, то такую точку мы называем устранимой. Сейчас объясним почему. Дальше, если существует предел, но он бесконечный, такую точку мы называем полюсом, и во всех остальных случаях называем точку существенно особой. Вот, ну хорошо, значит, простейшие примеры, да, ну вот синус z делить на z, мы хорошо помним, да, про замечательный предел, который нам сообщает, что в нуле у этой функции устранимая особенность. Так, ну, единичка на z в квадрате, полюс. Ну, е в степени единичка на z в нуле существенно особая точка. Почему? Ну, легко понять, представьте себе, что, значит, давайте посмотрим, когда у вас, например, x стремится к нулю справа, то понятно, что е в степени единичка на x стремится к бесконечности, причём плюс бесконечности, правильно, и е в степени единичка на x стремится к бесконечности. А если вы, так сказать, если у вас точка бегает по мнимой оси, то у вас всегда, ну, понятно, у вас единица делить на i в степени y, это, там, ну, минус i делить на y, но всё равно это величина по модулю равная единице. И за счёт произвольного, ну, понятно, значит, ну, вот и всё. То есть у вас по одному направлению функция стремится к бесконечности, по-другому она ограничена. То есть понятно, что предела в этой точке быть, общего предела в этой точке быть не можно. Вот бремился сейчас на особой точке. Ну и вот, как ещё раз говорю, у нас есть два стандартных нарушения, две стандартные ситуации, которые выпадают из нашей классификации. Первый пример, например, там функция катангенс 1 на z, значит, почему она сюда выпадает? Точка 0, безусловно, функция катангенс в нуле не является голоморфной, но в любой окрестности нуля у этой функции есть полюсы. Поэтому точка А, она, конечно, особая в каком-то таком высшем смысле, но не изолированная. И, как я уже говорил, ну, например, я написал 1 на корень, а можно было и просто корень написать, вот, как угодно, значит, она тоже в нашу классификацию не попадает, ну, потому что ни в какой прокол этой окрестности не существуют голоморфные ветки корня, поэтому мы просто, опять же, не можем говорить об этой классификации. Ну, и в связи с этой классификацией, естественно, сразу же возникает описание наших особых точек. Ну, давайте начнем с описания устранимых особенностей, оно самое длинное, да, хотя самое простое. Значит, и так, дана проколотая окрестность точки А, и функция там голоморфная. Значит, ну, вот следующие четыре условия эквивалентные, да, вот это сокращение, это default and correct equivalent. Значит, точка устранима, особенность устранимая. Функция ограничена в некоторой проколотой окрестности. Третье условие. Ряд лора, она не содержит главной части, то есть все отрицательные коэффициенты нули. Ну, и найдется голоморфная функция, которая совпадает в нашей проколотой окрестности. Собственно, четвертый пункт объясняет, почему мы назвали эту особенность устранимой. Мы можем функцию так подправить, чтобы она стала голоморфной. Ну, интуитивно понятно, в чем стоит подправление, да, мы должны просто ее в самой точке заменить на ее предел. Ну, хорошо, элементарные доказательства, да, значит, ну что у нас там из 1 в 2, устранимая особенность, но если у нас у функции конечный предел в точке, то понятно, что в некоторой окрестности она ограничена. Дальше. Из ограниченности вытекает обнуление варановских коэффициентов. Ну, очевидно, смотрите, берем и пишем неравенство каши для коэффициентов с отрицательными n. Как я говорил, там радиус выпрыгивает наверх, но радиус у нас сколько угодно маленькая дельта, поэтому эти коэффициенты, они не превосходят некоторые константы m, которые ограничены функцией, умножить на дельта vn и для любого дельта от нуля до ε. Ну, отсюда мораль, что это коэффициенты нули. Дальше. Из того, что отрицательные лорановские коэффициенты нули, очевидно, вытекает, что в качестве голоморфной функции я и должен взять главную часть ряда лорана, правильно? Ну, а если функция голоморфна, то совпадает в окрестности с голоморфной функцией, то очевидно, что это устранимые особенности. Да. Это довольно тривиальное, но удобное описание устранимых особенностей. Итак, обращаем внимание, значит, главное, ну на самом деле для нас главное, что ряд лорана не содержит, вообще не содержит главной части. Полюсы. Значит, опять дана точка, дана проколотая окрестность, дана там голоморфная функция. Полюс в том и только том случае, когда главная часть ряда лорана содержит лишь конечное число членов. Значит, точка является полюсом в том и только том случае, когда ряд лорана, вот вы разложили функцию с центром в этой точке в ряд лорана, вот полюс тогда и только тогда возникает, когда в главной части конечное число членов. Существует M, да, то есть ровно конечное число членов. Хорошо. Ну, рассуждение очень простое. Если и так, если полюс, давайте в одну сторону, если полюс, ну понятно, что если так, то ясно, что предел существует и район бесконечности, тут нечего делать в одну сторону. То есть, что если главная часть состоит из конечного числа членов, то это полюс. Предел существует, и он бесконечный. В обратную сторону. Если у меня есть полюс, пусть у меня есть полюс. Значит, у меня функция непрерывно в этой проколутой окрестности, ну благо она там голоморфна, да, и она стремится к бесконечности, вот, при Z стремящемся к A. Ну, раз она стремится к бесконечности, то и непрерывно, то найдется такой эпсилон, что в некоторой эпсилон окрестности точки A она уже никогда не обращается в ноль. Значит, в этой окрестности определена функция 1 делить на F, и она там голоморфна. Дальше. И эта функция стремится к конечному пределу, к нулю. Так? Хорошо. Значит, у этой той, значит, раз она стремится к конечному пределу, то у нее там устранимая особенность. Раз у нее там устранимая особенность, то найдется функция G с волной, голоморфная, в этой самой эпсилон окрестности точке A, которая, конечно, в точке A равна нулю, и совпадает с G во всей эпсилон окрестности. Ну, предыдущее утверждение. Раз у этой функции был ноль, то мы эту функцию, конечно, можем представить вот в таком виде, правильно? Ноль какого-то порядка, ноль порядка M, умножаем на функцию H, которая еще в меньшей дельте окрестности не обращается уже нигде в ноль. Голоморфно и нигде в меньшей окрестности не обращается в ноль. Согласны? Это мы доказывали уже, да, конечно. Сегодня, в самом начале. Вот. Ну хорошо, а тогда что такое F? F это единица на G в этой самой проколотой окрестности. Ну, это есть единица на Z минуса умножить на 1 на H. Но H, функция голоморфная во всем кружочке А дельта, и не обращается в ноль. Значит, она сама там, значит, единица на H сама там голоморфна. Значит, ее можно разложить в ряд Тейлора. Ну и вот мы видим, что здесь у меня только положительные степени, и делится все это на фиксированную степень Z минус А. То есть, единственный момент, что M это не обязательно вот это M, потому что, а, нет, обязательно, потому что функция единица на H в ноль не обращает, значит, коэффициент D ноль в этом ряде уже не равен нулю. Ну, потому что 1 на H не равно нулю. Вот, значит, действительно, это ровно то M, которое нам нужно. Ну вот и все. Ну вот и все. То есть, смотрите, отсутствие главной части — это устранимая особенность, конечная главная часть — это полюс, ну, остается бесконечность, остается бесконечная главная часть. Да, и вот здесь, конечно, очень хорошо сказать, что ввести порядок полюса. Значит, порядок полюса, он вводится очень просто. Либо это вот тот самый номер самого, ну, как сказать, старшего отрицательного, наверное, можно, да, так сказать, коэффициента. Ну, мы смотрим, и мы смотрим, откуда начинается вот первый вот туда далеко отрицательный ненулевой коэффициент. Вот это то, что нам надо. И нетрудно проверить, что порядок полюсов функции в точке совпадает с порядком нуля обратной функции в этой точке. Ну, это, собственно говоря, тоже вот здесь, по сути, вот оно и доказано, то есть у нас это число M, оно и бралось вот здесь, как порядок нуля обратной функции в этой точке. Вот, а вот интересное появление, значит, смотрите, ну, что-то же мы должны хорошего сказать про существенные особенности, иначе как бы вот, ну, зачем они, зачем их вообще выделять? Вот, и про них, оказывается, верно такое утверждение, которое называется, ну, в русской литературе теоремой Сахотского, я её так и назвал, на самом деле в зарубежной литературе она называется теоремой Казарати-Верштрасса, ну, а, так сказать, совсем классически она называется теоремой Верштрасса-Казарати-Сахотского. В принципе, все три человека её доказали с интервалом, ну, я думаю, что в несколько месяцев, что для конца 19 века называется одновременно, и, естественно, абсолютно независимого архива тогда не было. Поэтому сказать, что ребята, посмотрите в архиве, прежде чем публиковать, тогда было нельзя. Как вы помните, не знаю, у вас у них какая-нибудь история математики читалась или нет, то мы помним. Нет, да, но вот тогда идеальной формой публикации было написать письмо там 20 коллегам и послать это рассуждение в письме. Ну, а уж потом когда-нибудь это доходило, если среди коллег был, ну, не знаю, сложно говоря, там, ну, да, то он мог там это письмо переслать в компрендю Парижской академии, да, почему это становилось публикацией. Ну, не суть важная, но теорема. Теорема, на самом деле, очень симпатичная. Идея такая, смотрите, у вас, значит, если у нас с вами, значит, смотрите, если у нас с вами точка, ещё раз, давайте будем думать вот про что. У нас есть изолированная особенность угломорской функции, и меня интересует, а вообще, что может быть в качестве пределов пристремлении к этой точке? Ну, мы понимаем, что в устранимый случай просто одно конечное конкретное значение, так? В полюсе бесконечность, а в существенной особой точке возникает очень интересное поведение. Предельное множество, то есть пора, то есть я теперь начинаю стремиться, раз у меня, ну, смотрите, раз у меня предела не существует, то я начинаю смотреть, а что будет, когда я буду стремиться в эту точку по разным последовательностям. И оказывается, что в существенной особой точке вот для угломорской функции я получу всё, что угодно, то есть так называемое полное предельное множество, то есть совокупность пределов по всевозможным последовательностям, оно то, что называется тотально, то есть совпадает вообще со всей сферой. Вообще это довольно частая ситуация для хороших классов функций в математике, это частая ситуация, когда либо один предел, либо существует предел, конечный или бесконечный, или сразу тотальное предельное множество, чтобы было что-то промежуточное, вот это экзотика, которая обычно всегда очень радуется, если она возникает. Нет, но это действительно какое-то очень интересное поведение, очень нестандартное. Стандартное поведение более-менее вот такое. А доказательство довольно простое. Значит, ну первое, давайте поймем, почему есть последовательность, по которой вот наша функция в существенно особой точке стремится к бесконечности. Ну это тоже, это просто. Пример помните, да, E в степени 1 на Z по вещественному положительному направлению. Ну очевидно, что если бы такой последовательности не было, то функция что? Она была бы ограничена, и мы бы имели устранимую особую точку, а не существенную. Значит, обязано быть направление, по которому функция растет. Нет, нет, еще раз говорю, если она, если у нас не существует последовательности, по которой функция стремится к бесконечности, то есть по любой последовательности функция стремится к конечному пределу, значит в какой-то маленькой окрестности она ограничена. Значит, у нее устранимые особенности этой точки. Это уже доказано. Вот оно. Устранимые особенности эквивалентны ограниченности. Хорошо, значит, и так, есть последовательности, по которой стремимся к бесконечности. Хорошо, теперь берем произвольную уже точку из конечной части. Ну, первая ситуация, нам может повести, а именно, нам может оказаться так, что для любого эпсилона, мы в эпсилон окрестности точки А можем просто найти просто точку, в которой значение достигается. Ну, прекрасно, тогда просто по этой последовательности мы и получаем это стремление. Очевидно, да? Пусть в любой окрестности значение принимается. Тогда проблемы нет, я просто выбираю последовательность точек, в которых это значение принимается. Пусть теперь хуже ситуация, то есть, а именно, найдется такая окрестность, последняя история, найдется окрестность, в которой наша функция нигде не принимает то значение, которое мы хотим исследовать, ну, будет, чтобы оно было предельным, так? Ну, просто вообще ни в одной точке оно не принимает это значение. То есть, другими словами, функция f от z минус w нигде в этой окрестности не обращается в ноль. Ну, значит, там я могу взять функцию 1 делить на f от z минус w. Хорошо. Значит, это, значит, если бы у этой функции существовал, неважно, конечный или бесконечный предел в точке a, то он бы существовал и у f. Прогласны? Ну, а у f он не существует, значит, и у g он не существует. Значит, уже не может быть ни устранимой особенности, ни полюса, то есть, g имеет в точке a тоже существенную особенность. Ну, потому что если у вас существует предел g, то через него тривиальным дробнолинейным выражением существует предел f. Значит, у g там тоже существенная особенность. Но, если у g существенная особенность, то мы знаем, что есть последовательность, по которой g стремится к бесконечности. А та последовательность, по которой g стремится к бесконечности, по ней f стремится к w плюс 1 на g от z степени к, если g к бесконечной, 1 на g к нулю и f к w. Вот и всё. Видите, сразу выскочило тотальное предельное множество. Это вот что дальше. Ну и, пожалуй, что мы ещё сегодня успеем и что очень естественно сегодня обсудить, да, мы это успеем, и как раз это будет естественная хорошая точка. Значит, да, значит, на самом деле хорошее упражнение дома в качестве задачи, значит, вот что то же самое утверждение будет верно в предельной точке полюсов. То есть представьте, что у вас уже функция, уже точка а, это не изолированная особенность, а предельная точка полюсов, ну, например, 0 для катангенса единицы на z. Так вот, оказывается, в предельной точке полюсов у вас тоже выполняется вот это свойство про тотальность полного предельного множества. Подумайте, почему. Ну и, пожалуй, такой хороший финальный акцент в этом разговоре, он состоит вот в чём, значит, он состоит в том, чтобы понять, что же происходит на бесконечности. То есть пока мы с вами обрабатывали особые точки только в конечной части плоскости. Бесконечность. Но вы понимаете, что разницы, в общем, формально говоря, нет. Мы помним, что такое окрестность бесконечности, что, так сказать, это внешность круга большого радиуса. И, естественно, если у нас есть функция, которая голоморфна в проколотой окрестности бесконечно удалённой точки, то мы говорим, что бесконечности для неё снова это изолированная особенность. Ну, если хотим, добавляем слово однозначного характера, ну или вот понимаем, что у нас пока только для голоморфных функций всё. Значит, типаж для типажа особой точки мы будем определять очень просто. Мы будем определять, как всегда, пересаживая в ноль. То есть мы будем брать функцию f от единицы на z и смотреть, что у этой функции в нуле. Ну, например, z в кубе на бесконечности понятно, что имеет полюс третьего порядка. Ну, это и так ясно, да, что z в кубе стремится к бесконечности. Когда z стремится к бесконечности, ну, чтобы порядок определить, надо пересаживая в ноль. Экспонент она в бесконечности тоже, понятно, имеет существенно особую точку. Ну, мы опять же понимаем, что когда у меня, ну, можно и напрямую это здесь было бы смотреть, правильно? По вещественному направлению, когда мы стремимся к бесконечности, положительному к бесконечности, вот по вещественному отрицательному направлению в ноль, по мнимому направлению ограничено. e от z просто на бесконечности. Ну, а если мы пересаживаем, то у нас e от единицы на z, и мы её уже умеем разбирать. Вот, значит, ну вот эта пересадка, она показывает что? Значит, ясно, что я могу разложить функцию голоморфную проколотой окрестности бесконечности, я могу разложить там вряд ли рано, так? Но обратите внимание, при этом разложении я немножечко поменял местами, ну, скажем так, я свободный член перенёс из суммы с положительными степенями в сумму с отрицательными степенями. Ну, формально это без разницы, да, там нулевая степень, но мне удобно написать вот здесь разложение в таком виде. Почему? Но дело в том, что роль отрицательных и положительных степеней здесь, очевидно, меняется, потому что у нас как раз вот отрицательные степени в бесконечности голоморфны, а положительные наоборот нет. Поэтому здесь наоборот главной частью становится ряд по положительным степеням, а правильной частью ряд по отрицательным степеням, и именно вот эта новая главная часть и отвечает за характер особенностей. То есть так всё очень просто. Ну и, соответственно, что мы можем сразу же как раз, используя всё, что здесь есть, доказать? Значит, мы вспоминаем определение целой функции. Значит, ну понятно, это просто функция голоморфная всюду в плоскости. Функция мироморфная, значит, ну вот здесь я прошу прощения, тут пропущен просто кусок команды, по идее слово мироморфное должно было быть выделено вот этим цветом. Вот, значит, функция мироморфная в некоторой области, если она голоморфна всюду, кроме некоторого множества полюсов, то есть мироморфность запрещает любые особенности, кроме полюсов. Как вы помните, у нас с вами была теорема Леувиля, которая гласила, что целая функция ограниченная, константная. Теперь мы немножко это усилим. А целая функция, которая имеет на бесконечности устранимую особенность или полюсов, является многочленом. Мироморфная функция комплексной плоскости, у которой бесконечность уже устранимая или полюс, рациональна. Рациональная функция отношения двух многочленов. Ну давайте про многочлен докажем. Значит, целая функция бесконечности устранимой особенности или полюсов. Что это означает? Давайте рассмотрим главную часть ряда Лорана нашей функции на бесконечности. Главная часть ряда Лорана в данном случае – это часть, вот как мы с вами говорим, вот она, по положительным степеням. И раз там устранимая особенность или полюс, то эта штука, она заведомо… То есть, либо её там нет, если это устранимая особенность, либо она конечная, если это полюс, правильно? Хорошо, вычитаем из функции f вот этот многочлен p. Получается, после этого уже, да, нету главной части. Это означает, что функция устранима. Ну, а это означает, если надо, мы пересаживаем её из окрестностей нуля, значит, у нас получается, что функция g ограничена в какой-то проколтой окрестности бесконечности, так? В частности, она ограничена на каком-то большом круге. Значит, по принципу максимума она этим же ограничена и внутри этого круга. То есть, она ограничена всюду в c. Конечно. Значит, начнётся, значит, давайте. Значит, вот у нас, вот у нас этот самый кружочек с центром в нуле, там радиуса 1 на r. Вот это наша v бесконечность r, да, вот мы здесь. Вот здесь функция, ну, понятно, вот это f минус p, она вот здесь ограничена. Значит, она в частности ограничена вот где-то на какой-то вот такой окружности. А значит, по принципу максимума она ограничена всюду вот здесь. Значит, она вообще ограничена. Ну, как, что максимум модуля гламорфной функции достигается, ну, в области достигается на границе. Да, значит, она константа полиувилю. Да. Ну и всё, а если f минус p константа, то f многочлен. Точно так же делается с рациональной функцией. Значит, мы берём что? Берём f, мироморфную. Ну, хорошо, у меня есть конечное число, очевидно, что, да, что может быть конечное число полюсов. Почему конечное? Потому что они все изолированы, да? Вот. На бесконечное тоже либо полюс, либо устранимые особенности. Бесконечность тоже изолированная точка. Ну, изолированная особенность. На что у меня всего есть конечное число особенностей? В каждой особенности я возьму снова главную часть риадлорана. Ну, хорошо, значит, что такое главная часть риадлорана в конечной точке? Это вот, где она у нас была с вами? Это вот, ну, вот, вот такая, ну, вот кусок по отрицательным степеням, правильно? Ну, то есть это рациональная функция, правильно? Значит, у меня возникло конечное число рациональных функций, r1, rn, вот в конечных точках. И многочлен, как главная честная бесконечность. Когда я все это вычел, что у меня получается? У меня получается, что моя функция, она теперь ограничена, у меня теперь здесь, да, появились, у меня вот здесь появились внутри еще n кружочков, но и в этом кружочке функция ограничена, и в этом кружочке функция, ну, вот это вот уже f минус p минус сумма вот этих вот r житых, да? Вот эта функция, она ограничена здесь, она ограничена здесь, здесь и здесь. Ну, то есть по принципу максимума она ограничена, ну, понятно, то есть у нас какая-то константа здесь, какая-то константа здесь, какая-то константа здесь, какая-то константа здесь. Ну, понятно, что всюду вот здесь она ограничена максимумом из этих константов. Значит, она опять ограничена всюду в плоскости, ну и всё, значит, она константа. А если это константа, то f это многочлен плюс сумма таких многочленов от единички на z, то есть снова функция рациональна. Субтитры создавал DimaTorzok